всем привет сегодня мы опять с вами в тепличке нужно заняться перчиками хочу их обрезать прищепить макушке потому что высаживать их я пока не собираюсь они уже довольно здоровые да и для того чтобы куст формировался более раскидистым они рос вверх его лучше конечно же прищепить на остром перце у меня уже бутоны сейчас мне это ни к чему потому что место которое предназначено для высадки перца выглядит сейчас как небольшой кусок целины там еще ничего не пахано землю нужно копать раньше там жили утки все это заросло в общем земля не очень хорошем состоянии для того чтобы прямо сейчас сделать посадки да и у нас конец апреля только еще рано высаживать в грунт перец чем мы занимались мы немножко наводили порядок на улице сейчас сортируем чермет который есть у нас здесь на участке может один раз вывозили отсюда чермет я ссылочку оставлю кому интересно это по-моему 2 крупный такой или 3 я уже не помню 2 или 3 в общем крупный вывоз металла мы ничего не ходим нигде не копаем не собираем весь металл у нас тут находится на территории где-то что-то разобрали это что-то убрали и поэтому так получается скапливается всякий мусор который мы потом сдаем поэтому сейчас мы его немножко сортировываем и в планах в ближайшие дни вывести металл если нам это удастся все у нас сойдутся звезды выстроиться в ряд планеты по года работа и все это позволит то я думаю вы это увидите как мы его вывозили что и как в общем все расскажу ну и заодно наводим порядок где-то что-то убираем где-то разбираем у нас так всегда где-то построил где-то разобрал тем мне нравится жизнь своем доме на своем участке в том что каждый год что-то где-то меняется и это интересно ну а сегодня поработаю немножко в тепличке на улице прохладно ветрено мне нужно заняться перцами распикировать капусту что-то посадить в общем опять огородные работы тут меня острый перец я вот уже немножко подрезала макушки прямо вот отрезаем делаю это первый раз и если что до этого ни разу такое не практиковала но перец реально уже немножко пересидел поэтому я считаю что нужно 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 обязательно это сделать вот и на маленьком попробуем чтоб он был более кустистый я помню у нас один год мы посадили его в грунт он у нас вымерз морозы ударили стояли голые просто стебли и потом из пазухов пошел перчик расти и все в принципе было в порядке бутоны нам ни к чему высаживать мы сейчас не будем поэтому смело особенно вот у таких вот длинных сейчас перцу придет сигнал потому что что-то не так и он направит все силы на то чтобы дать больше урожая чтобы его генетический материал хранился и продолжился в семенах идея такая не знаю не уверена что слышно но у нас тут пашут на полях и на заднем плане можно услышать шум комбайна не знаю ловит ли микрофон но в живую конечно хорошо слышно пассивная большой я весь перец прищепила здесь тоже и вот этот весь вот такой тоже среднечковый который я ему макушку отрезала тут кое-где тоже под кромсала не стала трогать только вот самый маленький который у меня там стоит ни в коем случае никакое мое видео не является учебным пособием никого не призываю к тому чтобы повторять и делать так как делаю я я делаю как мне подсказывает моя интуиция а дальше уже смотрим на результат вы тоже можете либо делать так либо не делать либо просто посмотреть на результат в дальнейшем у меня вот этот не стало думаю сделаю это немножко попозже на пикировке у меня сегодня вот эта часть здесь капуста ну естественно такую маленькую я пикировать не буду я распикирую всю вот эту капусту и выставлю это базилик выставлю ее на улицу будет там расти здесь например цвета снежный шар взошло только две капусты зимовка зашло хорошо в общем белокочанная я смотрю зашло хорошо зато брокколи посмотрите сколько много конечно ей тут жарко она тянется вся капуста это у нас атрия у меня уже есть такая вот это кстати тоже отряд ли к это старые семена вот цветная в общем цветной не не очень много в основном белокочанная и начала только всходить брюссельская капуста тоже что то пока совсем мало вот это кстати листовая капуста цыганочка я ее часть высадила в открытый грунт она там конечно намного меньше и часть вот еще у нас рассады это капуста от компании ваше хозяйство салат у меня так и не прорастает вообще ни в какую не знаю пускай посидит еще но как бы уже пора тут у нас еще и помидор вылез в капусте чем всем сегодня этим займемся базилик вообще отличный мне так нравится надо все конечно уже поливать потому что сохнет здесь быстро горошек с тыквы пока еще посидит но нужно посадить еще и тыкву и горошек и кукурузу здесь всходит тыква японская принцесса только вчера вот начала пока только одно семечко из трех здесь у меня кабачок стахановец цукини сейчас две семечки из трех но еще ждем остальные всходы кукуруза любит плотные посадки поэтому буду сажать на рассаду много много кукурузы замочили несколько своих початков заранее чтобы она разбухла первую часть сажаю в кассету тут 100 чем-то ячеек они не крупные как раз хватит для того чтобы кукуруза взошла я уже не первый раз в эту кассету сажаю кукурузу и все с рассады всегда бывает хорошо когда заканчивается тара то вход идут уже подручные средства был у нас откуда-то ящик деревянный дно его застилаю пленкой от мешка собачьего корма и засыпаю землей отличный получился ящик для рассады далее распределяю семена по поверхности здесь их очень много в рядочке выкладывать уже не стала потому что заняло бы это невероятно большое количество времени просто более-менее распределяю все равно стопроцентной схожести конечно же не будет но по закону подлости обычно все сходит именно в тех местах где посадки более плотные приступаю к пикировке капусты делают на свежем воздухе потому что несмотря на то что погода стоит пасмурная и не так уж жарко но в теплице температура нагревается сильно и работать тяжело на свежем воздухе хорошо удобно ничего проблематичного не вижу в пикировке капусты да если бы у меня был какой-то уличный парничок где можно было посадить капусту я думаю что выращивал именно там но пока у нас такого нету хотя саша обещал мне сделать грядку хлебницу не знаю в этом сезоне конечно навряд ли у нас получится но на будущий сезон и я надеюсь что будет у меня готова такая грядка в которой я уже буду выращивать рассаду капусту возможно базилика и каких-то других культур а пока пикируем капусту по стаканчикам стаканчиков кстати осталось мало все ушли на горький перец поэтому что имеем туда и пикирую распикировала я капусту правда не все у меня закончилась тара но это была распикирована здесь большая капуста здесь у меня цветная капуста это вся 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 цветная капуста что у меня есть не так уж много я думала будет побольше здесь белокочанная капуста и базилик из первой партии который я сажала все что выжила не знаю выживет он вообще а здесь у меня вот слева большой большая часть это брокколи справа это белокочанная капуста тут у меня осталась капуста на дорастание та которая только начала всходить или которые было мало что распикировать поэтому еще оставила пусть растет при этом у меня еще не пикирована зимовка не пикирована листовая капуста цыганочка ну а вот это еще не вся вышла взошла поэтому пикировать я пока не буду маленькие стаканчики закончились есть большие но у меня мало земли сейчас поищу чего-нибудь маленькое если найду то буду пикировать а сюда добавилась еще вот белокочанная капуста там подписано я сейчас не знаю не помню и это листовая капуста цыганочка пришлось в кассету распикировать а так в принципе все единственное сейчас скорее всего поставлю дуги с укрывным не боюсь что померзнет абсолютно нет у нас тут просто у соседей огромное количество котов которые могут что-либо сделать завалить или нагадить или еще что-нибудь ходят по нашему огороду поэтому закрою от них дабы капуста моя была в целости и сохранности закончился грунт тут буквально не знаю на несколько стаканов осталось пару литров а так вообще в идеале грунт нужен еще много чего нужно будет сажать смотрите у соседей уже зацвела слива обалдеть конец апреля мое рабочее место сегодня выглядело вот так обычная тренога и мой любимый штативчик с которым я снимаю кулинарные видео очень удобный к столу прикручивается регулируется обалденная штука большое спасибо всем кто досмотрел это видео до конца если тебе понравилось это видео то не забудь подписаться у меня еще много видео на разные темы в плейлистах заграни посмотри может быть найдешь для себя что-то интересное до новых встреч и всем пока пока